Говорят, что самый лучший подарок – это сделанный своими руками. И в этом деле, безусловно, отличился петербургский художник Феликс Волосенков. Он недавно передал нашему музею изобразительных искусств работы из разных эпох своего творчества. Это надо долго смотреть. Вот, кажется, мазочки, мазочки, мазочки. За этими мазочками вы, если будете долго смотреть, вы найдёте всё там новое, вы найдёте какие-то фигуры, очертания каких-то, значит, людей. Картины Феликса Волосенкова хранятся в российских и зарубежных, в частных и музейных коллекциях. Художник известен во всём мире. Картины не случайно достались именно Ставропольскому музею. Его директор Зоя Белая отмечает, что познакомилась с создателем этих работ задолго до выставки. С момента знаменательной встречи прошло около 20 лет. И вот автор сам решил передать сюда свои картины. Он буквально в этом году нашёл меня, сказал, я помню нашу встречу. Я бы хотел подарить вам свои работы. Какого было удивления, когда его посылка представляла из себя целую выставку. Это, в общем-то, вот сегодня работы, за исключением некоторых, не присутствуют на выставке. Но это 73 работы, живописи и графики. Все работы крайне не похожи друг на друга. Если для создания одних картин применялись обыкновенная бумага и акварель, то над другими приходилось работать не только как художнику, но даже как портному. Некоторые картины, представленные на этой выставке, имеют нетипичную для зрителя форму. Например, вот эта. Она не запечатана под стекло и в багетную рамку, чтобы ни в коем случае не скрыть экспрессию автора. Кроме того, она сделана не на холсте, а на ткани. И содержит примерно 19 различных изображений, объединённых в одну общую картину. Безусловно, впечатляет масштаб. И мы говорим даже не о количестве экспонатов, а о том, какие они в величину. Крайне трудно не заметить эти три полотна, высота которых явно превышает 2 метра. И при этом тут имеются изображения, которые требуют пристального рассмотрения, прежде чем станет очевидно, что на них было изображено. Есть у Феликса Васильевича и такие картины, которые очень трудно рассмотреть с первого взгляда. Приходится даже немного напрягать внимание. К примеру, вот эта, которая называется «Две птицы» и которая была нарисована в 1996 году. Признаюсь честно, издалека я в жизни не смог бы понять, что это две птицы. Но присматриваясь, я чётко вижу очертания пернатых. Автор привлекает тем, что он представляет обыкновенные для нас вещи в таком виде, что заставляет смотреть на них совершенно по-новому, будоража сознания. Конечно, говорить об искусстве можно сколько угодно, но мы рекомендуем посетить выставку «Послание из Петербурга» и увидеть все эти чудесные картины собственными глазами. Она будет работать до конца лета. Ярослав Лапин и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.